Партия действия «Солидарность» даже не собиралась голосовать сегодня за Кабмингросу. Об этом заявили их бывшие союзники по политическому блоку, депутаты платформы «Да». Теперь они обвиняют ПДС в полной безответственности и плагиатией. С ними, согласно другие их коллеги по парламенту, которые настаивают, стране сейчас нужно правительство, а досрочные могут подождать. После неудачной попытки назначить правительство, Игорь Гросу заявил, что в Молдове должны пройти досрочные выборы, несмотря на пандемию. Молдове антисипации – это единственное возможности, чтобы осуществить парламент. Но, будучи осуществлены ситуацией в стране, я и коллеги были готовы, чтобы осуществить ответственность. Между тем, платформа «Да» обвинила ПДС временным лидером, который является Игорь Гросу, в издевательстве над страной, поскольку политформирование не намеревалось поддерживать собственное правительство. Подозрения в имитации процесса голосования возникли еще во время консультации с кандидатом в премьер. По вопросу вчера «Вы votаете для собственного правительства?» Республика была эвазива. По 5 минуте после шеденции, у меня кандидатом диземнат и сказал, что фракционная ПАС не votает для собственного правительства. Более того, Александр Слуцарь говорит, что ПДС даже не позаботилась о разработке антикризисной правительственной программы. Другие парламентские группы придерживаются того же мнения, говорят, что президент Майя Сандо и ее депутаты не намерены брать на себя ответственность в этот трудный период. Видеем мимаре, символаре и у спектакол де-а гувернаре или гуверн. И ази ма рефер на партиду ПАС, Акциния и Солидаритете, лидерии ацесту партид и, бенетелес, президент Майя Сандо. Депутаты настаивают стране срочно нужна правительство и только после этого можно обсуждать досрочные парламентские выборы. Продолжение следует... Продолжение следует... Инициирование новых консультаций между президентом страны и парламентскими фракциями предусмотрено постановлением Конституционного суда 22 марта. Депутаты социалисты заявляют, что это решение было принято на основе рекомендации Венецианской комиссии, которая гласит, что распуск парламента – лишь возможность разрешить политический кризис. Но есть и другие, такие как создание парламентского большинства, которое может сформировать правительство, даже если срок предусмотренной Конституции истек. И президент, и парламент должны пойти по этому пути.